Девушки отдыхают Сегодня мы его посетили с Михаилом Васильевичем Семкевичем С моим коллегой, тоже заместителем председателя ОНК Значит, где у меня? Я все конспектировал, прям записывал Значит, Эрик пришел Так, чат надо или не пишите, или я закончу трансляцию Сейчас не... Я забыл выключить чат Сейчас уже не могу выключить Значит, смотрите, мы пришли к Эрику Сегодня Он пришел в каком-то вообще очень плохом настроении Я говорю, ты заболел или что, бледный какой-то Он говорит, ну вот, говорит, плохо И говорит, давление вроде, еще что-то Ну, в общем, раньше он был не такой Во все мои посещения его И начали сесть разговаривать И он мне сказал, слышим, говорит, Паш, я, говорит, тут почти месяц сижу Говорит, да я 20 дней молчал 20 дней молчал И, говорит, ничего не говорил Ни тебе не рассказывал, ни прочее Чтобы, говорит, не поднимать, что называется, кипиша И не портить репутацию СИЗО Так, я попросил без комментариев Ну, значит, он говорит, что матрас и белье Которое мы просили ему заменить Так и не было ничего заменено Сейчас эта проблема решена Мы после его посещения К нему пошел адвокат его Второй, не Жорин, а другой Алексей Значит, мы зашли к начальнику СИЗО Все, что было в полномочиях начальника Сейчас устранено То есть выдали новый матрас Выдали новое белье Передали Эрику медикаменты Те, которые он принимал на воле Со всеми медицинскими заключениями Вот, теперь, что вот он говорит Он говорит, во-первых, что Ну, то, что Перевели его на спецблок Где есть видеонаблюдение и прочее Да, то есть, чтобы его жизни Ничего не угрожало Он говорит, но Говорит, собаки лают ночами Всю ночь, говорит, блатные там между собой орут Ауе-ауе Перекрики, говорит, спать невозможно Поступают, говорит, угрозы На прогулке, за дверью В дверь там стучит кто-то, говорит, там С тобой вор разговаривает В камере в прошлой Он тоже мне об этом не рассказывал Он заявил сейчас, что с прошлой камеры У него вымогали деньги 7 дней Прессовали, говорили о том, что Он должен подогреть Руководство СИЗО Но руководству СИЗО и нам Об этом ничего не известно Это достоверно, да? То есть, Эрика тупо банально Пытались в камере разводить Жулики на деньги Он разводу этому не поддался Сказал, что он Я закрывал глаза И сказал им Разводите школьников Значит, сотрудник На него сказал, что он говно Говорит, машину у тебя Заберем квартиру В еду он сказал, что я у него Уточнил, я говорю, там говорят, что тебе В еду плевали Я говорю, действительно было? Он говорит, да, было Это было в прошлой камере Я специально об этом тебе не говорил То есть, он мне об этом не говорил Чтобы я не начинал там Сотрясать стены тюрьмы Он говорит, ну я, говорит, уже устал Терпеть всякую, говорит, херню В еду, говорит, сотрудник плюнул Да, говорит, баландер раздавал Он подошел, плюнул до еду И сказал, привет тебе передаю В хате у него все хорошо Вот, ну, я дословно просто читаю Не подумайте, что я терминологию использую Он вот дословно Прям за ним конспектировал И вот он пишет, что в хате Ну, это я пишу Но он говорил, в хате ровно все Значит, где он на Тубанаре содержался Там, естественно, никаких не было Туберкулезных больных Просто корпус так называется Но, говорит, там была раскладка, что 6 на 6 То есть, там 6 добрых, 6 злых И, говорит, это была психологическая атака Ну, говорит, я держусь То есть, со мной все нормально И, говорит, и здесь, там, кричат Там, со мной вор разговаривает Кто-то, говорит, кричит, там Я голову тебе разобью об Дубок Ну, Эрику угрожает Разобью голову об Дубок То есть, это другие заключенные Дубок это стол И Эрик, там, в коридоре где-то Встретил одного вора И ему сказал об этом Он говорит, что это такое Что творится Почему какие-то угрозы Что у меня там кто-то Того самого Еще что-то И вор сказал, типа, не бери в голову Типа, все это Говорит, потому что Половина каких-то блатных Голодных там Звонят И половина тюрьмы, в общем, за Эрика Половина против Дальше Что он говорит Он говорит, что я месяц практически здесь сижу Это слова Эрика Я не написал, говорит, ни одного заявления Что плохо Помогите Что-то там это Говорит, ни тебе не жаловался Ничего Но, говорит, уже молчать Говорит, я устал Потому что, говорит, эту доброту Говорит, воспринимают все за слабость И контингент, который сидит И сотрудники, которые себя ведут неадекватно Мы сейчас с начальником Зам. начальника учреждения поговорили В книге проверок я все написал Написал жесткую Жесткую рецензию О жесткий отзыв И попросил установить Поднять все камеры с видеонаблюдений Сохранить запись сегодняшней нашей беседы Когда мы беседуем С подозреваемым, обвиняемым Сужденными С нами присутствует сотрудник У него видеорегистратор Попросил руководства тюрьмы Посмотреть это видео Назначить проверку Установить этих сотрудников И привлечь их к ответственности Поднять камеры Чтобы посмотреть Кто там плевал в еду Кто там что делает Значит Также Эрику непонятно Почему все, без исключения Сотрудники СИЗО В курсе его уголовного дела Называют фамилии там какие-то Эти Он говорит Я там в чем-то не в курсе Сотрудники в курсе Вот я читаю Вот что Он мне говорил Психологически давит Пришел психолог И спрашивает Вы что хотите повеситься Эрик говорит Нет, я не хочу повеситься Я жизнь люблю У меня все хорошо Говорит Следом выхожу на прогулку И там какие-то жулики гуляют И говорят Эрик, Эрик Ты только не вешайся При этом Все стоит сотрудник Записывает на диктофон По письмам Он сказал Что все читает Что вы ему пишите На всем письмо Все письма получает И говорит Кому-то там пару Тройку строк Говорит Всегда отвечаю Ну кто оплатил Вот эту штуку Что ответ на письмо Говорит За полдня Говорит Вчера пришло 500 писем Говорит Вся фильма в шоке И сидельцы И сотрудники Что Так Значит Ночью Кто-то там К нему Долбился В двери И говорит Что ты там Жаловался На матрас Что там Тебе не так Договаривайся Ты тоже Со следователями Об условиях Своего содержания Но это Все фикция Я Эрику Это объяснил Следователь Не может Влиять На условия Содержания Человека В изоляторе Это Ведомство ВСИН И с ВСИНом Мы подняли Этот вопрос Поставили на контроль Кто ему там Говорит Что там Также он мне сказал Что сейчас Вот в отношении Вот 33 не нарушается Я это все проверил Сам Могу Достоверно Об этом сказать Что 33 не нарушается В прошлый раз Когда я был Уже было все в порядке Но В той камере Где он раньше сидел Он сказал Что со мной сидели Там один за убийство Другие за терроризм Два дагестанца Вот эти сидели Которые убили полицейского И он говорит И они мне там Чесали по ушам Что вот Типа Нагнетали обстановку И пытались Психологически На меня давить Но у них Ничего не получилось Значит Мы Свои Замечания Изложили Также Эрик Сказал Что Тут Тюрьма Ну для него Это было откровением Что он там Говорит Прям Говорит Возьми Скажи Что Говорит Главный врач Больницы Ездит на BMW X6 Да Как у них Между камерами Ходят разговоры Что справка Что у тебя рак Стоит полтора миллиона Что там Ноги за мобильный телефон Десять тысяч Там Если отмели трубу Ну то есть при обыске Изъяли За каждую Там вернуть По пять тысяч Ну это Этим живет Действительно Каждая тюрьма Это не откровение От Эрика Мы проверяем тюрьмы Мы знаем Руководство Учреждения Борется с такими сотрудниками Регулярно Ловят на этом Кого-то увольняют Кого-то арестовывают Возбуждают Уголовные дела Но это было Есть и будет Да То есть Это так В каждой тюрьме Ну там Какие-то ему Рассказывают Тоже баски Басни За то что Вот там Можно кому-то платить Там 180 тысяч рублей За нейтральную обстановку В камере Или там Можно иметь телефон Компьютер За 200 тысяч рублей В месяц Но Эрик Никуда в это Действительно Не лезет И Естественно Там Некоторые Такие высказания Можно на 16 делить Наша задача Как правозащитников Я еще раз Хочу подчеркнуть Мы не лезем В уголовное дело Мы не вмешиваемся В защиту Конкретно Я там Мои коллеги Мы ничего Этого не делаем Мы во-первых Не имеем на это права Во-вторых Я подписку дал О неразглашении данных Предварительного следствия Следствия Которое мне стало известно И я ее соблюдаю То есть В уголовное дело Я не лезу Но касаемо того Чтобы там Кто-то спал На плохих матрасах На боссовых На рваных Мы этим занимаемся Это Условия содержания граждан И кто бы он ни был За мошенничество За убийство Еще за что-то У него не должно быть Скотских условий И мы этим регулярно занимаемся Делаем это честно Вот Блокирую Ха-ха Сня Обоссанных И смайлик Дебил ты кто вот написал Попросил не писать Ты дебил Обоссанных И смеется Дай бог тебе Дебил Никогда не попасть в камеру Где будет обоссанная Где там ПОСОРОХ человек В камере Кто стирает Там Трусы Носки Пердят Курят И все Пот это Я попросил не писать Дай бог вам Никому Кто смотрит Трансляцию Никогда бы не попасть В места лишения свободы Чтобы вы там Смайлики Дебильные Не ставили Вам смех Блядь Человек сидит В тюрьме Вам смех Ну глупые люди Значит Дальше Лекарства Там Передали Что ему Кто-то Угрожал Мы сейчас Будем с этим Тоже разбираться Эрик Отвечает Всем Кто ему там Хричит Там На продоле Везде Говорит Ну зайдите в камеру Ко мне Скажите Предъявите Что хотите Но никто не заходит Говорит Если кто-то Зайдет И будет там Угроза Что меня могут Там изнасиловать Или побить Или убить Ну убить То есть сильно Он говорит Ну тогда Я об дубок Кого-то стукал Дальше Он просит Всех своих сторонников Соблюдать закон Не делать Незаконных акций Каких-то действий Но всех он просит Говорит Кто вот Может И есть желание Писать в Кремль Кремль президенту Приводить Говорит Данные о работе Смотри О помощи детским домам О том Что ловили коррупционеров О предложении Хороших Говорит Все пишите Путину Пусть все пишут Путину Говорит У меня надежды Ни на кого нет Там ни на прокуратуру Ни на еще Ни на кого-то Говорит Если только Этой темой Не заинтересуется Президент Поэтому Говорит Не надо там Надеяться На какие-то Петиции Не на петиции Пусть все пишут Прямо заявление Когда пойдет поток Они должны будут Обратить на это внимание И он Дословно Сейчас цитата Прямо за ним записывал Это слова Эрика Есть момент Посадят И есть момент Выйду Если выпустить меня И буду верить в Бога И справедливость Если выпустят Меня То буду верить в Бога И справедливость Я верю в Божью дорогу Я выйду Умнее Сильнее И злее На коррупцию Если меня посадить Даже на 20 лет Самоубийство Самоубийство Грех Но для меня Это тогда не будет Грехом Единственный Так Что-то я не могу Понять Что написал Но для меня Это тогда не будет Грехом Единственный А Единственный Человек На которого Надеюсь ВВП А также Молюсь Богу Единственное Что меня спасет Это Крики людей Во всех Соцсетях Чтобы достучаться До президента Меня убить Можно Но за что Я не оппозиция Я не Навальный ВВП За 167 дней Разобрался С Сирией Я могу Разобраться За 167 дней С коррупцией Все Это вот Конец цитаты Дальше Он говорит Что вот Если В камеру Там Зайдут К нему Дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok